Наши питомцы могут быть не только верными друзьями, но и переносчиками разных болезней. Александр даже не предполагал, что в его организме поселились паразиты. Долгое время заболевание практически не проявлялось. Но после узи брюшной полости врачи поставили диагноз «эхинококос» – болезнь, при которой личинки ленточных червей поражают печень, легкие и другие ткани и органы. Тяжесть в подреберье, в правом было, не так сильно, как говорится. Ну, тянет, тянет, вроде бы перестает. Ну, не постоянная боль была, вот что. Ну и обратился, в узи сделал, и вот такой вот у нас результат получился. Из-за того, что симптомы не специфичны, данное заболевание выявляется достаточно поздно, так как пациенты не обращаются к врачам вовремя. При попадании в организм «эхинококки» образуют паразитарные кисты. У этого мужчины такая, размером 6 сантиметров, была обнаружена в печени. Я сначала-то ничего не чувствовал. Даже, можно сказать, года 3-4, она просто большая киста получилась. Так-то, если ее сразу обнаружить, она поменьше будет. А это запустило я. Лечение проводится обязательно в комплексе с двумя специальностями. Это мы, врачи-инфекционисты, и врачи-хирурги. Потому что перед тем, как удаляется киста с «эхинококками», проводятся несколько курсов противогельминтными препаратами. И только потом больному показаны оперативные вмешательства. От человека к человеку заболевание не передается. Заражение происходит или от больного животного, или после употребления немытых овощей и фруктов. Поэтому для предотвращения «эхинококоза» следует соблюдать правила гигиены. Если вы имеете домашних животных, необходимо обязательно проводить с ними противогельминтную профилактику. А что касаемо самого человека, обязательная обработка перед употреблением в пищу фруктов, ягод, зелени обязательно.